Каждый год одно и то же. Проблемы насчет леса. Вот сейчас Матвиенко выступила, хочет вообще перекрыть продажу леса за рубеж из дальневосточных регионов. Я не знаю, много людей, чем они будут заниматься. Может быть просто, пока не разберемся, пока не примем жесткие государственные меры, но остановить на какое-то время вывоз леса за границу. Но почему у нас каждая бутылка водки, каждая таблетка проходит через эгоизм и под контролем? А до сих пор лес-эгоизм нет системы, хотя уже затрачены большие деньги. Значит в этом кто-то... Это вот смотрите, каждую весну люди, чтобы выпиливать лес, его поджигают. Они тратят деньги, чтобы поджечь, потом летит самолет, тратим деньги, чтобы он потушил. И потом копейки жалкие достаются людям, тем, кто смог этот лес спилить. А сейчас Матвиенко вот в Совете Федерации выступает. Масштабной контрабандой леса заинтересовались в Совете Федерации. Председатель Валентина Матвиенко осталась недовольна работой профильных ведомств и раскритиковала главу Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика. Скажите, пожалуйста, что мешало вам в течение 8 лет, которыми вы руководили этой сферой, разобраться и принять меры. Поменять лесной кодекс, увеличить, определить, кто в лесу хозяин, увеличить количество лесников, поднять им за правду. Что вы за эти 8 лет сделали конкретно, вы можете сказать? Почему вы довели вот ситуацию до такого уже горячего состояния, когда не только средства массовой информации, граждане все возмущаются, как у нас разворуются наши национальные богатства? Масштабы нашей страны значительны, субъекты различны, и какие-то вещи действительно проявляются по прошествии правопримительной практики, даже с учетом принятия соответствующих законов. Поэтому, безусловно, нам очень полезен был вот этот экспертный, профессиональный взгляд Совета Федерации на эту проблематику. Мы иногда действительно надо признать зашорены в том, что, например, осуществляем какие-то мероприятия, считаем их достаточными, а иногда какой-то внешний взгляд профессионально-объективный позволяет нам поправить курс. Вопросы у сенаторов возникли к представителям таможни, через которую древесина уходит за рубеж, и к чиновникам. Ведь миллиардные распилы невозможны без покровительства сверху. А в Хабаровске в это время один из неравнодушных хабаровчан предложил, как с лесом поступить так, чтобы всем было хорошо. То есть он предложил каждого дальневосточника наделить своеобразной квотой, кому положен лес, и совместно с государством создать типа акционерных обществ. Мой лес государство обрабатывает, государство пилит. О чем речь? Этот лес я могу получить, но когда мы посчитали, это дорого. Дешевле, без заморочек, пошел купил готовую грезину. Мы предлагаем квоты, которые человеку передаются, вносить как инвестиционный вклад, но во что? В создание совместного государственного частного партнерского предприятия, как акционерного общества, чтобы государственные структуры контролировали заготовку, переработку совместно с этими же инвесторами частными людьми. В частности, мы проговорили с многолетниками, они говорят, нет проблем, мы готовы это сделать. Говорят, так, а теперь посчитаем. Тысяча человек, 150 кубов у каждого. Даже если упустим, ну, опустим, скажем, на отходы. 100 кубов, куб 5 тысяч рублей. Это инвестиционный взнос полумиллиона. Они свою копеечку получают, я свою копеечку получаю. Никаких самолетов не надо отправлять, чтобы они летели, тушили подожженный лес. Да и как бы душа-то болит. Шимановский, ну, чем люди будут заниматься, если китайцам запретят лес торговать? В общем, я предлагаю подумать. С вами был Роман. Иначе мы вообще останемся без тайги.